Доброго времени суток, уважаемые посетители канала Ray History Channel. Сегодня мы с вами продолжим обзор русско-японской войны 1904-1905 годов. Так что присаживайтесь поудобнее и разберемся, как вообще оказался возможен закат на востоке для Российской империи. 27 января 1904 года японская эскадра в составе шести крейсеров и восьми миноносцев вынудила к бою находившийся в корейском порту Чимульпо бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Со стороны в Японии в бою принимали участие броненосные крейсера «Осама» и «Чиода», бронепалубные крейсера «Нанива», «Токачиху», «Ниитака», «Акаси» и три миноносца 14-го разряда «Хаябуса», «Тодири» и «Манадзиру». Миноносцы 9-го разряда грузились в заливе «Осама» углем и водой с транспорта «Касульгмару», а «Авазо» Тихая и миноносец 14-го отряда «Касасаги» находились в дозоре у острова «Мактокто» и таким образом в бою не участвовали. В 11 часов 20 минут 9-го февраля «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей и двинулись к выходу из бухты. В 11 часов 25 минут на «Варяге» пробили боевую тревогу и подняли боевой флаг. В 11 часов 30 минут выход русских кораблей был обнаружен крейсером «Чиодом», а в 11 часов 30 минут «Урио» отдал приказ об экстренной съемке с якорем. Японские корабли, не имея времени на подъем якорей, расклепывали якорные цепи, а тактические группы формировались по ходу съемки. В 11 часов 40 минут «Урио» приказал кораблям эскадры готовиться к бою и поднять боевые флаги. Бой начался в 11 часов 45 минут пристрелочным выстрелом «Сосамы» на расстоянии 7000 метров. Русские корабли открыли огонь в 11 часов 47 минут. «Варяг» ввел бой бронебойными снарядами. Кореец и японские корабли фугасными, при этом японские снаряды разрывались при ударе о воду. В 11 часов 59 минут «Урио» начал подворачивать влево. Ровно в полдень на «Урио» отметили попадание 203-мм снарядом в район кормового мостика русского крейсера, вызвавший пожар. По наблюдениям японской стороны, «Варяг» развил сильный огонь, но не смог его поддерживать далее. В 12 часов 3 минуты 152-мм снаряд «Сосамы» попал в правое крыло переднего мостика «Варяга». Этим попаданием была уничтожена носовая дальномерная станция, убит Мичман Нирет и выведены из строя дальномерщики. Начался пожар в штурмской рубке. После этого русский крейсер неожиданно для японцев сбросил ход и начал циркуляцию вправо, поворачивая на обратный курс. Согласно рапорту Руднева, одним из японских снарядов перебило коммуникационную трубу с приводами к рулевой машине. Поворот крейсера мотивировался его командиром желанием на время выйти из сферы огня противника, потушить пожары и исправить рулевое управление. По японским данным, в короткий период, когда «Варяг» совершал циркуляцию и расстояние до него было минимальное, около 5 километров, он получил большое количество попаданий – одно 203-мм снарядом между носовым мостиком и трубой и 5-6 попаданий с 152-мм снарядами в носовую и центральную часть корабля. Последнее попадание было зафиксировано в 12 часов 10 минут. До 11 часов 59 минут по «Варягу» вел огонь только «Осама», затем до 12 часов 13 минут с разной интенсивностью все японские крейсера. После до конца боя стреляли «Осама» и «Ниитака». По рапорту Руднева в период циркуляции «Варяг» испытывал трудности в управлении, в результате чего для предотвращения столкновений с островом Пхальмидо пришлось кратковременно давать задний ход. В 12 часов 13 минут «Варяг» завершил циркуляцию и вместе с корейцем двинулся назад к якорной стоянке. При этом его преследовали японские крейсера, в первую очередь «Осама» и «Ниитака». В 12 часов 40 минут в связи с подходом русских кораблей к якорной стоянке, что при продолжении боя создавало угрозу нейтральным кораблям, японские крейсера прекратили огонь и отошли. Через 5 минут из-за увеличивающегося расстояния до противника русские корабли также завершили стрельбу, а в 13 часов ровно встали на якорь на своих стоянках. Из команды «Варяга» непосредственно в ходе боя погиб один офицер и 22 нижних чинов. После боя в течение нескольких дней скончалось еще 10 человек. Точное количество раненых остается дискуссионным, поскольку в источниках фигурируют самые различные цифры. Канонерская лодка корейцев потерь в экипаже не имела, а повреждения ограничивались одной осколочной пробоиной в таранном отсеке. Японские исторические и архивные источники утверждают об отсутствии попаданий в корабли японской эскадры, а также каких-либо повреждений и потерь. После постановки на якорь офицеры и команды «Варяга» приступили к осмотру корабля и исправлению повреждений. В 13 часов 35 минут Руднев отправился на Таубах, где заявил его командиру о намерении уничтожить «Варяг» и перевести свою команду на нейтральные корабли. Получив согласие Бейли, Руднев в 13 часов 50 минут вернулся на крейсер и сообщил о своем решении офицерам. К «Варягу» стали подплывать шлюпки с иностранных кораблей и врачами, которые начали перевозить сначала раненых, крейсерах, а затем и остальную команду корабля на английский, французский и итальянский крейсерах. К 15 часов 50 минут перевозка команды крейсера была завершена. По просьбе командиров иностранных судов, опасавшихся повреждений своих кораблей при взрыве, было решено ограничиться затоплением «Варягу» путем открытия клапанов и кингстонов. При этом не проводились мероприятия, направленные на приведение вооружения и оборудования «Варяга» в непригодность. Командой был взят с собой минимум вещей, тела погибших вовсе не эвакуировались и были оставлены на корабле. В 18 часов 10 минут «Варяг», имея на корме продолжающийся пожар, опрокинулся на левый борт и лег на грунт. В 15 часов 30 минут командир корейца собрал офицеров, сообщил им о принятом рудневом решении. В связи с этим было принято решение корейцев взорвать, а команду свести до нейтральной корабли. Из-за спешности эвакуации команда не брала вещей, а секретные документы были сожжены в присутствии специальной комиссии. Последняя шлюпка с лодки отвалила в 15 часов 51 минуту, а в 16 часов 5 минут канонерская лодка была взорвана и затонула. И на этом сегодня все. Благодарю вас за внимание, комментируйте видео, ставьте лайки, делитесь им с друзьями. Ну и само собой не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч на канале Ray History Channel.